МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Светлана Гражданкина. Здравствуйте! И коротко о главных темах выпуска. На Ямале началась призывная кампания. В этом году «Служите Родине» из Ноябрьска отправится более 400 юношей. Действия водительских удостоверений могут приостановить медицинские работники. Соответствующие поправки к закону разработал Минздрав России. Ноябрьск присоединился к всероссийской акции «Ночь и спуск». Правительство Тюменской области выделило почти 2 миллиона рублей Ноябрьскому департаменту по спорту и молодежной политике на оснащение 9 спортивных площадок нашего города системой видеонаблюдения. Запрос на получение денежных средств отправили летом. Благодаря содействию депутата Тюменской областной думы и начальника департамента регионального развития компании «Газпромнефть» Сергея Белкея уже в ближайшее время можно начать закупать необходимое оборудование. По словам начальника управления по физической культуре и спорту Михаила Небогатикова, случаи серьезного вандализма в Ноябрьске случаются нечасто, но они все-таки есть. Поэтому меры в виде системы наблюдения нужны скорее для того, чтобы в будущем сохранить объекты в том виде, в который на данный момент управление старается их привести. Напомню, что в этом году под крыло управления по физической культуре и спорту перешли 9 спортивных площадок. Сегодня во всех муниципалитетах Ямала начали свою работу призывные комиссии. Из Ноябрьска вооруженные силы страны отправятся 414 молодых людей. Первый день работы городского призывного военного пункта. Время 9 часов утра. В коридорах толпятся молодые люди. Они с трепетом ожидают приглашения в кабинет. Первых призывников, кроме врачей и представителей военного комиссариата, встречает и глава города Жанна Белотская. Призывник Пивкин Михаил Павлович призывной комиссии прибыл. Михаилу Пивкину повезло. Как и мечтал, пойдет служить в десантные войска. Место назначения – Рязань. Говорит, тяготы армейской службы не пугают. Как и его брата Андрея. Он тоже призывник. Комиссия обещала направить их в одну воинскую часть. Почему захотели выдавание в морфлот? Потому что, ну, как вы видите, мы спортсмены, и нам надо бегать и что-то делать. Надо, чтобы интересна служба прошла, а не так там. Полы мыть и как далее. Надо, чтобы интересна служба была. Чтобы этот год пролетел и запомнился в голове. Когда пришла пора явиться на призывной пункт, у братика и мысли не было искать причины, чтобы не идти в армию. Нет, это не наша тема. Это не по-нашему. Сегодня на призывной пункт прибыло 102 человека. Уклонистов пока нет. Но это только первый день работы. Итоги подводить пока рано. Мы в самом начале пути. У нас прошло только небольшое количество ребят. В принципе, все готовы. Все отвечают, что согласны. Готовы к отправкам. Некоторые говорят, давайте пораньше. Работаем. Все в самом начале. В этом году молодые люди из Ноябрьска отправятся служить во все регионы страны. От Калининграда до Сахалина. Перед первыми новобранцами окружной сборный пункт распахнет свои двери уже 7 ноября. Елена Жаркова, Александр Иванов. Новости нашего города. Новости нашего города. На площадке. Повторно сдавать эти дисциплины в ГИБДД им не придется. Напомню, на сегодняшний день в России насчитывается всего около 30 учреждений, имеющих специальное оборудование, стоимость которого составляет от 4 до 5 миллионов рублей. В свою очередь ГИБДД предъявит к таким автошколам более жесткие требования. Два раза в год ведомство будет проверять количество сдавших экзамены. Если выяснится, что 30% экзаменов по теории и 20% на площадке с первого раза окажутся проваленными, то автошкола лишится соответствующих привилегий на полгода, а ее учащиеся будут задавать экзамены на общих основаниях. Минздрав России разработал поправки к закону о безопасности дорожного движения и административному кодексу. Нововведения призваны усилить контроль за состоянием здоровья водителей. Первое, что ждет автовладельцев, это обязательное наличие медицинской справки. К тому же сами медики смогут приостановить действия водительского удостоверения. Сейчас этого можно добиться только через суд. При этом в ГИБДД России не видят оснований обязывать водителя иметь при себе медсправку. В будущем должна появиться соответствующая электронная база. Но медики все-таки настаивают на введении данной нормы. При этом они предлагают запретить автовладельцам проходить обследование в частных клиниках. Российская газета сегодня опубликовала постановление правительства о лицензировании образовательной деятельности, которое усилит контроль за выдачей лицензий автошкола. Теперь организации, желающие заниматься обучением будущих водителей, должны пройти проверку ГИБДД. Только после экспертного заключения автошколы смогут получить необходимую лицензию. Напомню, что сейчас учебным заведениям достаточно предъявить пакет документов в Рособорнадзор, чтобы приобрести бессрочную лицензию. А сотрудники госавтоинспекции Ноябрьска сегодня проверили, насколько хорошо автолюбители знакомы с правилами дорожного движения. Наряды ДПС отправились на городские стоянки, чтобы узнать, соблюдают ли водители требования знаков, в том числе и запрещающих. Предметом особого интереса сотрудников ДПС сегодня стало соблюдение водителями правил парковки, специально отведенных для этого местах. Даже на самой обычной стоянке есть определенный участок, парковка на котором обойдется водителю в кругленькую сумму. Стоять в зоне 10 знаков, стоянка транспортных средств только инвалидов. Будут добры ваши документы. От 3 до 5 тысяч рублей – такова сумма штрафа, которая грозит водителю-нарушителю. Хотя ноябрьские парковки имеют одну интересную особенность. Если верить экспертам, в городе вообще все стоянки предназначены только для инвалидов. Знак сейчас действует только на транспортные средства, которые оборудованы специальным знаком инвалид. И получается, что вся часть дороги, которая отводится для стоянки, воспользоваться этой частью дороги могут только исключительно транспортные средства, то есть, грубо говоря, инвалиды. Чтобы четко определить границы действия знаков, под ними должны быть специализированные таблички, обозначающие зону действия. Если таких указателей нет, значит и знак действует на всю территорию парковки. То есть, априори, каждый водитель, который паркуется на такой стоянке – нарушитель. Наверное, был бы смысл какой-то, да, то есть, если бы разбить эту стоянку, то есть, часть отвести, допустим, для транспортных средств другой категории, да, и часть отвести непосредственно для водителей транспортных средств, которые оборудованы специальным знаком инвалид. А сейчас мы видим, что просто идет грубое пренебрежение требований знака, потому что водители на сегодняшний день понимают, что как такую часть дороги можно отводить только исключительно для инвалидов, и все просто не выполняют требования этого знака. Некоторые парковки для инвалидов и вовсе расположены в самых неожиданных местах. К примеру, вот это на улице Ленина. Знак находится прямо за пешеходным переходом. Кроме того, он позволяет инвалидам, но только инвалидам, парковаться прямо на въезде во двор. Здесь тоже, я считаю, нарушены требования установки знака и организации стояночной площадки, потому что действительно организовывать стояночное место исключительно в том месте, которое предназначено для выезда, это, конечно же, неправильно. Синей Епишев, Александр Иванов и Виталий Харченко. Новости нашего города. Многие горожане никогда не видели снегоуборочную технику в своих дворах зимой. Таковы данные очередного опроса, который новости нашего города провели в сети интернет. В нем приняли участие около 900 человек, и четверть из них утверждает, что в их дворах никогда не убирают снег. Почти столько же респондентов просто не нашли слов, чтобы описать качество работы коммунальщиков. Около 17% ответили, что снег, видимо, сам растает весной, а 13% убирают его самостоятельно. Положительно работу в этом направлении оценили 13,5% опрошенных. Примерно каждый 20-й считает, что лучше бы эту работу не делали вовсе. И только 3% респондентов готовы сказать спасибо коммунальным службам за качественную уборку. И мы предлагаем вам принять участие в новом опросе. На этот раз вместе постараемся выяснить, как лучше поступать с бродячими животными. Проголосовать за близкий вам вариант ответа можно в наших группах в соцсетях или на официальном сайте ноябрьск.рф Жительница Ноябрьска попыталась улучшить свою жизнь, а в итоге попала на скамью подсудимых. Женщину обвиняли в подлоге. Дело в том, что подсудимая подделала несколько документов для того, чтобы получить в банке крупный кредит. Обман раскрылся, когда служба безопасности организации стала проверять всю документацию на подлинность. Женщина полностью признала свою вину и сообщила, что повод для такого преступления у нее был и достаточно серьезный. Дело в том, что дома у нее подрастают пятеро детей, старшему из которых 12 лет, а младшему едва исполнилось 7 месяцев. Плюс ко всему, в скором будущем на свет должен появиться еще один малыш. Основного дохода, кроме пособия на ребенка, у нее не было. Поэтому в голову и пришла идея подделать некоторые документы. В итоге женщина по решению суда отделалась лишь штрафом. С учетом изложенного наказания ей было назначено в виде штрафа из тех видов, которые предусмотрены в санкции части 3-й 327-й, уголовного входа с Российской Федерации, и рассрочена была его уплата. Двух иногородних насильников осудили в Ноябрьске. Городской суд рассмотрел уголовное дело по факту изнасилования 30-летней женщины. Само преступление произошло еще весной этого года. Двое мужчин 27 и 25 лет познакомились с дамой и вывезли ее на своей машине на промзону, где надругались над ней. После этого женщина обратилась с заявлением в полицию. Преступников задержали быстро. Подсудимые были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом Б, части 2-й статьи 131-го уголовного входа с Российской Федерации. И назначено было наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет одному подсудимому и в 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания исправительной колонии общего режима другому. Ноябрьск присоединился к всероссийской культурной акции «Ночь искусств». Она пройдет 3 ноября в Музейном ресурсном центре. Ночных гостей ожидает увлекательная интерактивная программа. Они смогут посетить выставки в гостях у медведя во имя искусства, посвященную юбилею 13-й школы, а также тематическую площадку о коренных народах Севера. Причем ценители искусств не только ознакомятся с экспонатами, у них будет возможность поучаствовать в творческих конкурсах. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства. Кроме этого, сотрудники музея надеются, что акция поможет увеличить количество посетителей в вечернее время. Не всегда у людей есть возможность прийти в течение рабочего дня. Многие также работают. И кроме этого, не всегда мы предлагаем такие программы. То есть одно дело прийти, посмотреть выставку, послушать экскурсовода, а другое дело проявить свою активность, побыть в кругу семьи, где-то вне дома. Я думаю, это будет интересно и востребовано. 4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник в этом году выпал на понедельник. Первым рабочим днем после выходных станет вторник, 5 ноября. К слову, предстоящие выходные – последние праздничные в 2013 году. Следующие наступят не раньше 2014 года, когда в связи с празднованием нового года каникулы продлятся целых 8 дней с 1 по 8 января. И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд. А я желаю вам всего доброго и до свидания. Партнер программы – магазин «Поти Сан-Тверса», торговый центр «Клубника». Зима наполняет мир красотой, но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир на зимней дороге. 2 ноября в Талехарде переменная облачность. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Температура минус 15 градусов. В Муровленко без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Температура 16 градусов ниже нуля. В нашем городе облачный ветер северный до 3 метров в секунду. Температура минус 14 градусов.